Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает Африку в поисках новых союзников, сообщает агентство Reuters. Кроме того, российский дипломат старается перетянуть на свою сторону африканские страны и во время своего турне распространяет кремлевскую версию о нападении на Украину. Лавров продолжает утверждать, что Москва ведет противостояние с Западом и сейчас имеет место не агрессия России против Украины, а США и НАТО будто бы вынашивали агрессивные планы против Кремля. Об этом Лавров заявил в Каире. Говорили мы и у президента, и сегодня на переговорах с моим коллегой о ситуации, связанной с ходом специальной военной операции России на Украине. Наши египетские коллеги понимают происходящее, понимают контекст, который связан с геополитикой, который связан с линией Запада на обеспечение своего доминирования в международных делах. И выступают, и мы это ценим, выступают за скорейший поиск мирного урегулирования с учетом коренных законных интересов всех участников этого процесса. Африканское турне началось с Египта, который имеет важные экономические связи с Россией. Москва в последние годы была ключевым поставщиком пшеницы для Каира. Египет много покупал оружие у Кремля, и египетскую экономику поддерживали российские туристы до начала ковида и войны в Украине. На этой неделе российская государственная энергетическая корпорация «Росатом» начала долго откладывающееся строительство первой в Египте атомной электростанции. По словам дипломатов, эти связи вызвали недовольство западных государств, группа которых перед визитом Лаврова обратилась к правительству Египта и Лиге арабских государств с просьбой не подыгрывать российской версии событий в Украине. С другой стороны, Каир прислушался к Вашингтону и отказался, по крайней мере, от одной российской партии пшеницы, которая, по словам Украины, была украдена с оккупированных земель. Лавров после встречи с членами Лиги арабских государств в Каире прибыл в республику Конго, а потом посетит Эфиопию и Уганду, две страны, отношения которых с Западом обострились. И вот об этом визите мы поговорим с нашим следующим гостем, это Максим Матусевич, историк, профессор университета Сеттенхоу в Нью-Джерси. Максим, здравствуйте. 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 Вот поехал в Африку и приехал уже Лавров. Вот как Вы считаете, почему выбор таких стран, Египет, Эфиопия, Уганда, Конго? Ну, с Африкой, как известно, у Советского Союза еще были довольно близкие отношения. Это было частью истории Холодной войны, когда советская внешняя политика, пытаясь противостоять Западу, задабривала и в то же время устанавливала какие-то дружеские отношения у Африки. То, что происходит сейчас, это отчасти, отчасти, повторюсь, является продолжением вот этого советской традиции установления близких отношений с Африкой. Интерес к Египту исторический. С Египтом и при советских временах были очень близкие отношения. За последнее время отношения между Египтом и Российской Федерацией, опять же, оказались довольно близкими. Россия поставляет в Египет много оружия. Недавно начали строить новую атомную станцию. Помните, была история Османской плотины, которая являлась источником значительного части электроэнергии в Египте, которую построили еще в 50-60-е годы, Советский Союз строил. Вот сейчас стройка новой атомной станции, это как бы продолжение той традиции. Ну и туризм, естественно, за последние годы особенно очень вырос из Российской Федерации в Египет. А с остальными странами еще интереснее. России явно необходимо, как вам сказать, создавать такой дипломатический баланс. Потому что после нападения на Украину и развязанной войны против Украины, у России резко испортились отношения с западными государствами, и не только с западными. И им нужна такая дипломатическая поддержка. Поэтому они культивируют отношения с африканскими государствами. И я хочу сказать, что, в общем, это начало уже приносить свои плоды. В Организации Объединенных Наций резолюция, осуждающая российское нашествие против Украины, не получила поддержку африканскими государствами. Некоторые африканские государства, как Кения, например, проголосовали за эту резолюцию. Но были такие, как Эритрея, которые голосовали против, или те, которые воздержались от голосования. Мне кажется, происходит именно то, что Россия создает себе такую альтернативную группу поддержки в международных организациях. И таким образом для этого культивирует отношения с Африкой. Плюс есть еще, конечно, бизнес-интересы. Потому что мы видим, что приближенные к Путину альтархи очень вовлечены и в Конго, и в Центральной Африканской Республике, особенно в какой-то мере в Уганде. И это еще объясняется, я думаю, тем, что в этих местах бизнес ничем не ограничен. Он не ограничен какими-то там правами человека, не ограничен лимитами на власть, наложенными на правильные элиты. И обе стороны, то есть и африканскую в данном случае, и российскую, это очень устраивает. Максим, кстати, тоже американский ученый Новым Хомский говорит, что на самом деле коллективный Юг, в том числе и Африка, не поддерживает позицию коллективного Запада и не видит Украину жертвой в нападении России, так как вы и говорите. Сможет ли Москва как-то вот разыграть эту колониальную карту, потому что в прошлое столетие Африка была колонией. Сможет ли разыграть эту карту и сказать, что, слушайте, ну верить Западу нельзя, все не так однозначно. Прекрасный вопрос. Они, конечно, активно этим занимаются, они активно разыгрывают эту карту, апеллируют к рессентименту со стороны африканских государств, у которых на самом деле есть все основания относиться скептически к Западу, к наследию колониализма и к истории колониальной зависимости. Ну, Хомского, я думаю, в его анализе заносит периодически, плюс я не думаю, что очень хорошо он знает историю африканно-советских отношений, например, но есть предел, как мне кажется, вот этого апеллирования к африканским воспоминаниям о колониализме. Потому что то, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Украиной, например, тоже вполне можно интерпретировать как колониальную войну. И мне кажется, в Африке особенно более молодое, более образованное поколение африканцев начинают это понимать. И вот в связи с этим я хочу подчеркнуть, что если мы посмотрим, к кому обращаются в африканском контексте российские руководители, это, как правило, такие более старые правящие элиты. Некоторые из них, кстати, обучались в Советском Союзе в то время, поэтому у них такие сентиментальные еще есть связи. Да, советские с Россией связи. Но с гражданской опытом они, я имею в виду российское государство, не имеют дела в Африке. И вот надежда на молодежь, на то, что молодежь поймет, как бы, сколько пустая эта риторика. Если вернуться к этому турне, то есть мы уже поняли, что Египет – это самая тяжеловесная, наверное, страна. Вот если брать политику, то есть не бизнес. С президентом Египта недавно встречался и Байден. Как вы считаете, Египет, он все-таки сейчас больше на чьей стороне? Или он на своей стороне? Потому что вот была пресс-конференция совместная министра иностранных дел Египта с министром иностранных дел России. И вот министр иностранных дел Египта назвал войну украинским кризисом. С другой стороны, вот все-таки Украина тоже очень много продает пшеницы в Египет. И туристы тоже ездят в эту страну, летали, по крайней мере, до войны. На чьей стороне Египет сейчас, скажем так? Ну, Египет, как и некоторые другие африканские страны, пытаются усидеть на двух стульях сейчас, конечно. То есть они не хотят ссориться с Россией, но в то же время отношения с Америкой очень важны для Египта. Россия, конечно, поставляет оружие, чтобы на последние годы больше количества в Египет. Но основным поставщиком оружия в Египет все равно продолжается являться Соединенные Штаты Америки. Ну и одновременно с этим, конечно, очень близки экономические связи. И политически, нынешний египетский режим, в принципе, зависит от США. И зависит от этого треугольника отношений между Соединенными Штатами Америки и Израилем, который тоже находится на границе с Египтом. Так что я думаю, что будут продолжать балансировать. Я не думаю, что они открыто выступят за Россию. Отношения с Западом и Египтом, и не только с Америкой, с Великобританией тоже, слишком важны. Но в то же время они не хотят терять, конечно, отношения бизнеса, которые очень мощные между Россией и Египтом. И вот туристический область, как я уже упоминал, да, из Украины много летает. Но я думаю, количество туристов из Российской Федерации, во всяком случае, в недавнее время не превышало количество туристов из многих других стран мира. Так что я ожидаю, что они будут продолжать стараться усидеть на двух стульях. Но при этом какого-то очень близкого альянса между Россией и Египтом, я не думаю, что это произойдет. Максим, а какие может передъявить Украина, не знаю, аргументы Африки, чтобы показать, что Россия — это агрессор, и вообще действия Кремля вредят всему региону? Ну, вы знаете, нужно продолжать разыгрывать колониальную карту, которую разыгрывает Россия. Потому что, на самом деле, посмотреть на реальность происходящего, то колониальная война, которая сейчас происходит — это война России против Украины. И многие в Африке начинают это понимать. Я напомню вам, что вначале, когда резолюция, осуждающая агрессию России против Украины, рассматривалась в ООН, например, представитель Кении, очень мощно выступил против вот этого нового вида колониализма. Нужно, мне кажется, объяснять африканским партнерам Украины, что то, что происходит, — это, по сути дела, колониальная война. И много общего между историей отношений между Украиной и Россией, историей отношений между африканскими государствами и Западом. — Тут Сергей Лавров, если опять возвращаясь к этой пресс-конференции, оскандалился с точки зрения Украины. Он заявил, что Кремль готов вести переговоры у России, то есть мирные переговоры у России. Вот я его процитирую, нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов. Но дело зависит не от нас. И тут же, через как бы буквально предложение, он называет власть Украины антинародным и антиисторическим режимом. То есть, я так понимаю, что посыл, вот этот про переговоры, которые он послал в Египте, был не Киеву? — Посыл был не Киеву. Но вы знаете, вот когда апеллируют российские руководители к африканским элитам, а, в общем-то, апеллируют они к ним, они не апеллируют к народу, то вот все эти фразы о том, что власть антинародная, — это довольно пустые фразы. На самом деле, проект отношений между Россией, нынешней Россией, Путина и некоторыми африканскими государствами — это проект отношений между элитами. Как я уже говорил, Кремль не помогает гражданскому обществу, оно не помогает молодежи. Они имеют отношения с правящими элитами. И то, что они предлагают, — это что мы не ставим никаких условий. Вот хотите делать свой бизнес там, каким угодно непрозрачным способом, у нас с этим проблем нет, мы даже поможем. 50% вооружения, поступающего в Африку, поступают из одной отдельно взятой страны, и это Россия. Конечно, это вооружение поступает не роду, не людям, а правящим элитам. Так что вот есть такой элитарный проект, и поэтому вот Украине, мне кажется, нужно, на мой взгляд, подчеркивать то, что как раз, по сути дела, все эти инициативы российские антинародные. Они не направлены на помощь народам Африки, а направлены на помощь правящим элитам. Спасибо, Максим. Спасибо вам, Максим. С нами в студии был Максим Матусевич, историк, профессор университета Сеттен-Холл в Нью-Джерси.